Очень важно понимать свои собственные ошибки, чтобы избегать и не допускать их. Именно поэтому сегодня я вам расскажу про топ 5 ошибок на воздержании. Первая, одна из самых распространенных ошибок на воздержании, это подсчет своих дней воздержания. Почему люди так поступают? Почему они вообще считают дни воздержания? Все дело в том, что они относятся к воздержанию как к челленджу, как к проверке себя на силу воли. Как я уже в сотый раз повторял и продолжу повторять, отказаться от зависимости нельзя на силе воли. Все, что ждет таких любителей подсчетов, это только срыв и разочарование в себе. Разочаровываясь каждый раз в себе, у вас будет все меньше желания и уверенности в том, что вы вообще способны на воздержание. Это очень серьезная ошибка новичков, которая может загнать их по итогу в яму. Подсчет дней в принципе не нужен, когда вы приняли обдуманное решение, основываясь на интеллектуальном подходе. Кстати, про интеллектуальный подход. В моем закрытом телеграм-канале уже больше 50 человек. Всю информацию про закрытый канал, про мою собственную книгу вы найдете на моем сайте по ссылке в описании. До поднятия цен осталось примерно 4 часа, поэтому успевайте купить мои продукты по сниженной цене. Вторая важная ошибка новоздержания это перестать дрочить, но продолжать смотреть порно. Возбуждаться, фантазировать. Это все в конечном итоге, конечно же, приводит к срывам. Хотя и само возбуждение на пикселе на экране считается засрым. Подобные воздержанцы не понимают сути происходящего. Весь смысл воздержания в том, чтобы научиться возбуждаться от вещей, которые находятся в реальной жизни, а не на экране или в фантазиях. Другими словами, вам нужно искать себе девушку, если у вас возникает желание заняться сексом. Третья ошибка новоздержания, которую часто совершают люди, это дрочат, но при этом не кончают. То есть они вроде сорвались, но не до конца. Так вот, из-за таких не до конца вы очень быстро можете заработать себе простатит и смысла от того, что вы не кончили, абсолютно никакого. Вы не воздерживаетесь, а играете в игру под названием проверка силы воли. Четвертая ошибка новоздержания это думать, что ты уже просвещенный и продолжать срываться. Обычно такие люди очень многих блогеров смотрят, даже что-то делают, но почему-то всегда приходят в провал. Все как всегда просто. Нужно перестать мнить себя гуру и действительно взяться за обучение. Изучить конкретно статьи, исследования и книги и постоянно находиться в среде, где упоминаются негативные последствия мастурбации на порно. Лучше всего для этого подойдет мой канал в телеграме. Пятая и заключительная ошибка на воздержании это думать, что воздержание избавит вас от всех проблем в жизни. Такого, к сожалению, не будет. И помимо воздержания вам также придется прокачивать себя и в других сферах. Если вы воздерживаетесь от порно, но при этом часто играете в онлайн игры, ваша дофаминовая система все равно будет где-то на низких уровнях. Комплексный подход решает. Поэтому помимо воздержания нужно уметь прокачивать свою жизнь и в других аспектах. Питание, тренировки, взаимодействие с людьми и, конечно же, собственное дело. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, обязательно оставляйте комментарий в черной слоне. Так я пойму, что это видео вам понравилось. Ставь лайк, подписывайся на этот канал, подписывайся на канал в Телеграме. И помни одну очень важную вещь. Быть слабым – это выбор. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok